всем привет сегодня на повестке дня процедура которую я не выполнял еще ни разу сам на своих машинах и вообще не делал ни разу замена радиатора отопителя салона и так есть два пути решения данной проблемы то есть один путь это разобрать полностью всю торпеду центральную причем данная услуга до спецоперационная цена этой услуги было 15 тысяч рублей по замене радиатора у меня нет столько времени и желания разбирать ковырять консоль центральную вернее разбирать торпеду учтите что если вы все это дело разберете обратно вы нормально уже не соберете то есть скрип и сверчки по движении на пересеченной местности вам обеспеченным поэтому выбираем второй путь более быстрый более простой для начала необходимо стравить фреон с кондиционера то есть можно использовать вот этот клапан можно вот этот без разницы любой какой хотите какой удобнее я взял верхний стравил фреон дальше откручиваем пластину прижимную вот она прижимает вот эти трубки шала дальше можно сразу снять вот эти патрубки чтобы в дальнейшем они нам не мешали то есть снимаем хомуты тем более здесь это делать удобно так как башки нет до сих пор нет дальше переходим внутрь салона тут нам необходимо снять бардачок который крепится вот здесь на 2 болтах также на 8 дальше снизу откручиваем корпус испарителя кондиционера который крепится на 3 гайках раз два три три гайки на 10 дальше для того чтобы его вытащить нам необходимо но цепляем фишки естественно вот эти то есть сервопривода моторчика заслонки вот этой резистора печки и вот это я не знаю на чего он идет тоже двойной штекер цепляем дальше снимаем вот эту вот перегородку она нам будет мешать она крепится на трех болтах на восемь и один болт на 10 откручиваем вот эти болты дальше снимаем вот эту вот накладку не знаю как она называется после чего эту пластину можно вытащить здесь вот она входит в зацепление с язычком чего необходимо отогнуть и нормально туда вытаскивается дальше вот там сверху находится еще один еще одна гайка на 10 и и также откручиваем неудобно снимать одной рукой но таким вот оглиняющим карданчиком и головкой на 10 все это нормально откручивается после чего мы видим что корпус испарителя уже начинает она швилиться при снятии вот этой пластины также не забываем отключить фишку от подсветки в ногах после чего у нас рабочая плоскость площадь увеличивается возможно что проще будет снять и вот этот усилитель но пока попробуем обойтись без снова возвращаемся под капот для того чтобы вытащить сам испаритель нам необходимо выкрутить два болта шестигранник на 4 они находятся вот здесь в этих местах выкручиваем их даже необходимо разъединить неудобно снимать одной рукой дальше поддеваем по краям отверткой вот здесь также стоит на завальцовки с уплотняющими резинками и все это снимаем после чего как видно корпус можно выдвинуть внутрь салона второй усилитель все-таки тоже необходимо снять для этого откручиваем здесь сверху болт на 10 такой и дальше здесь два самореза таких после чего его можно отогнуть вот так вверх можно снять полностью он как бы не критично не мешает то есть он в таком положении держится дальше пошевеливая из стороны в сторону и одновременно теняют потягивая вниз снимаем испаритель полностью вместе с корпусом заодно его тоже продуем и что мы видим наш любимый радиатор отопителя сдвигаем вот эту вот пластинку она крепится на булочки но и на саморезе маленьком вот таком сдвигаем ее сюда после чего можно вытащить радиатор учитывая конструктивные особенности то что мешают трубки которые идут на излом вытащить его не представляется возможным но нам это и не нужно дальше переходим уже под капот как я говорил снимаем вот эти хомуты запоминаем какой патрубок куда шел вот тут в принципе понятно все на интуитивном уровне и дальше будем думать дальше собственно приступаем самой любимой части работы берем болгарку здесь доступ у нас как видно замечательный не спокойненько отрезаем одну трубку я уже отрезал отрезайте и заподлицо потому что старый радиатор все равно пойдет на выброс трубки нам дальнейшем пригодятся то есть отрезаем заподлицо желательно подложить какую-нибудь тряпку потому что с радиатора будет стекать остатки антифриза как видно обе трубки отпилены можно их вытащить моторный отсек после чего достаем наш злополучный радиатор вот так вот он выглядит как видно больше половины он засран то есть на просвет не просвечивается ну грязи я бы не сказал что в нем много дальше необходимо отрезать от старого радиатора трубки таким образом чтобы они не мешали его дальнейшую установки то есть где-то вот таким вот образом чтобы его можно было заправить и аккуратненько вставить можете резать частями посмотрели там допустим упирается где-то не входит отрезали еще то есть по месту порезать это уже не проблема кстати вот это новый радиатор его достал из никуда не ударял здесь лежал себе спокойненько и как видно качество сот они уже местами под загнуты хотя он пришел в коробке здесь вот прям сильно так сейчас поправим снова возвращаемся к качеству запчастей смотрим этот новый радиатор вот этот старый радиатор снизу новый и как видно что даже без учета уплотнителя он почти на сантиметр больше чем вот этот он туда банально не лезет с помощью такой-то матери его туда все-таки заколотил запихал но при этом как видно угол наклона трубок он не соответствует отверстием моторном отсеке это вот эту трубку я уже подогнул вот эту придется сейчас подгибать для того чтобы можно было пропихнуть шланг и все это дело здесь нарастить здесь дальше все буду проклеивать поролоном сверху и снизу где смогу подлезть вон как видно вот установлен наш новый радиатор дальше берем силиконовый шланг по возможности армированный вот как видно вам пока и армированными нитки маловато но хоть что-то бывает что вообще ничего нет так пропихиваем шланг и дальше уже здесь их садим на хомуты и герметик и забываем и учитывая что давление в системе у нас нет то никаких проблем с этим не будет здесь по краю за неимением завальцовки у кого давление все-таки в системе до сих пор еще ездите с давлением системе просто делаете надпилы болгаркой по кругу небольшие две полосочки буквально достаточно чтобы все это обтянулось и никуда она нахрен не денется при условии что поставите нормальные хомуты здесь вот так это будет выглядеть в итоге но не считая того что здесь хомутов пока еще нет ни хомутов не герметика дальше здесь под капотом имея запас шлангов уже пляшем и думаем как мы будем отводить скорее всего я просто отрежу вот от этой трубки и сращу вот таким вот образом то есть некие углы при этом не поменяются еще проще для этого будем использовать вставку вот эту от старого которую отрезал то есть просто отпилю прямой кусочек и посажу также на хомуты и герметик вот собственно и вся замена процедура по замене радиатора печки как видно ничего сложного разбирать ничего не нужно то люди там руки умудряются корябать все какие-то защелки там какие-то болтики выискивают с внутренней стороны ни хрена ничего делать не надо единственное что при этом вы теряете это антифриз тут кстати было вообще мало то есть я нажал буквально там через какие-то три секунды все уже закончилось из кондиционер в любом случае нужно было заправлять ну и здесь также отрежу прямой кусок и сращу это все дело что касается герметизации нового отрезаем от поролона вот такой вот кусочек просто вставляем и плоской отверткой это все дело проконопачиваем сверху и снизу и таким образом проходим полностью по кругу заодно кстати можно сразу оценить состояние салонного фильтра еще раз напомню они ставились на ховерах с тринадцатого года на двенадцатых годах их нет для этого снимаем вот эту планку и до фильтр конечно засором прилично короче чтобы его снять нужно снимать вот эту планку иначе он упирается не вот фильтра я уже продул компрессором такого состояния вполне еще нормальная здесь вот эту планку и откручиваем также болт на 10 и саморез дальше можно просто вот так отогнуть и он уже не мешает вообще на зиму я бы советовал эти фильтры снимать они ни к чему даже ценники висят начинаем все устанавливать обратно вернее протягивать хомуты посадил на вот такой красный термостойкий герметик и как нельзя кстати опять пригодился вот этот ключ я его часто своих видео показываю затягивать в труднодоступных местах вообще лучше не придумаешь главное использовать качественные хомуты при этом но сильно не перетягивать так ну тут все установлено и пока у вас есть доступ грех это все все вот эти стыки не прошуметь дополнительно там есть уплотнитель но он вот в данном месте допустим туда мизинец мизинец пролазит то есть наискосок пролазит мизинец еще бы не поддувало еще бы не задувало холодным воздухом то есть режем вот на такие кусочки протыкаем лишнее отрезаем поверх можно пройти вот эти вот швы еще и малярным скотчем лишним не будет по итогу где-то так вот должно примерно верным получиться главное то место сверху снизу к бокам ну сбоку стороны подлезть не сможете насколько можно все ну вот собственно и все здесь под капотом пока вид вот такой имеет из потом уже когда будет установлена головка тогда уже эти шланги притянутся по месту так чтобы нигде ничего не задевали не цепляли но пока как то так то есть если у вас нет желания корячить разбирать всю торпеду еще раз повторяю не соберете обратно чтобы не было сверчков скрипов заводская сборка и потом какие-то вмешательства особенно в пятом ховере ничему хорошему не приведут пистоны ломаются ломаются крепления и так далее руки как видно практически целая здесь вот есть одна небольшая ободрышка в остальном все по времени занимает ну где-то не спеша часа три это когда не знаю еще раз повторяю залазил первый раз то есть с этим не сталкивался ранее теперь знаю я думаю за час-полтора при наличии инструмента и хомутов у нас у даже с хомутами проблема на выбирали вот из всякого говна более менее нормальные хомуты держать будут имея все под рукой все это делается довольно быстро еще раз сейчас зайдем посмотрим сколько эта услуга стоит сервисе и в конце озвучу свою стоимость и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok